Стоимость хоккейной шайбы 100 рублей, клюшки 2000, шлема 3,5. Поиграть в хоккей с губернатором области бесценно. Такую возможность получили участники Блиц-турнира, посвященного 73-й годовщине образования Тюменской области. На лёд спорткомплекса «Прогресс» помимо одноимённого коллектива вышли команды «Водник», «Красная машина» и «Восток». Традиционно мы такие турниры проводим. Они всегда проходят в такой хорошей, доброй эмоциональной обстановке. Но, конечно, когда мы выходим на поле, там все нацелены на результат. У нас сегодня большая мотивация и прогресса, потому что последний турнир мы заняли всего лишь третье место. Поэтому команда сегодня вся мотивирована, в том числе и я. Тюмень отметила 65-летие развития хоккея в нашей области. Команды в очередной раз доказали, что этому виду спорта, как и в любви, все возрасты покорны. Хотя во многом именно из-за возраста не все сумели предстать в оптимальном составе. Нет, конечно, не все сильнейшие. Мы сегодня как раз вышли составом, который 40 и старше, 45 и старше даже. Поэтому несколько таких боевых игроков, практически полкоманды нет. Поэтому тяжеловато нам сегодня приходится. Но, коль так решили, так играем. Любительский хоккей – одна из многих составляющих по продвижению здорового образа жизни. Первые лица региона собственным примером подтверждают, что найти для этого время можно каждому. Для меня это принципиально, потому что со спортом я чувствую себя гораздо лучше. У меня совершенно другая энергетика. И если там в силу технических причин, перелеты, командировки, мне не удается потренироваться, будь то футбол, хоккей, провести там 2-3 дня в неделю в спортзале, то энергетика совершенно другая. И это, честно говорю, отражается на работе. То есть и на работе энергетика тоже западает. Поэтому спорт – это обязательная составляющая. Это положительные эмоции, хорошее состояние физическое. Это очень важно. Для меня это очень важно. В результате победителями турнира стали игроки прогресса. Восток финишировал вторым, на третьей строчке расположилась красная машина.